Коллеги, добрый день! Наш вебинар сегодня называется «Частное техническое задание. Как применить его в работе?» О чем сегодня? На крупных проектах мы производим документацию в большом объеме всегда. Она обязательно, но очень часто она пишется в стол и ей порой не пользуются не только по окончании проекта, когда есть потребность прочитать техническую документацию, но ей могут не пользоваться и во время проекта. Мы не знаем вообще. Иногда даже читала ее документацию, как ее пишут. Цель сегодняшнего вебинара понять, как не тратить ресурсы впустую, а как создать полезный документ для передачи в разработку. Мы разберем, сначала мы ответим, поговорим точнее, попробуем ответить на вопросы. Как написать полезный документ, как дать разработчику необходимую информацию о данных конфигураций. В первом вопросе речь пойдет о бизнес-части, второй, третий вопрос, как облегчить пользователю понимание этой технической части. Это соответственно о технической составляющей этой вещи. И как оптимизировать согласование ЧТВ, здесь мы поговорим о сценарии тестирования, как этот инструмент, почему его полезно применять, чтобы и ресурсы разработчика не тратить впустую, чтобы он сразу понимал, что ему делать и, собственно, бизнесу тоже, чтобы легче было создавать документ, чтобы он понимал, что будет на выходе. Теперь по порядку, тогда по этим вопросам. Как написать полезный документ? Если вы не используете в своем проекте конфигурацию 1С-ППР, система проектированных прикладных решений, а это большинство случаев, мы знаем, что она используется только на крупных проектах, и там, где она используется, ее очень сложно поднять, надо очень много ресурсов ее запустить, подпровождать, чтобы эта конфигурация стала инструментом для работы всей команды, чтобы она была глупо задумки, это конфигурация среда, связывающая всех участников проекта. Так вот, эту среду, если мы не используем 1С-ППР, вот, как это ни странно, можно попытаться создать непосредственно в ЧТЗ, то есть документируя бизнес-часть и техническую часть, этот документ читает одновременно и бизнес и технами, и вот в этом документе они встречаются, и, в общем, многие вопросы разрешаются в процессе создания, именно в процессе разработки документов. ЧТЗ, это, напоминаю, это частное техническое задание, то есть это значит, что общая ЦТЗ на весь проект уже была, да, и ЧТЗ появляется на этапе проектирования, когда бизнес-анализ уже прошел, когда заказчик выдал свои функциональные требования, часть из них уже отнялась, часть принята в реализацию, методология уже определена, и вот все, что наработано на предыдущих этапах, ключевые вещи следует внести в бизнес-часть именно частного технического задания. Как мы уже говорили, она нужна, во-первых, не только бизнесу, ее будут читать и разработчики, и, опять же, бизнес в определенной операции, еще раз уточнится, что, да, действительно ровно это он хочет получить, когда заказывал до работы. Следует описать назначение объектов системы, входящие и исходящие данные, и отразить этому схему. Здесь о чем? Схема – это инструмент визуализации, он, опять же, полезен для того, чтобы в одном контексте и бизнес, и технари, чтобы они, глядя на схему, договаривались о том, что будет, что требуется. И так как это уже частное техническое задание, для него характерна глубокая детализация объектной модели, поэтому в ЧТЗ рекомендуется использовать именно нотацию UPC. Ниже мы еще этого коснемся, там, когда мы будем рассматривать пример, там будет пример этой схемы. И давайте перейдем к следующему вопросу. Теперь к технической части. Как дать разработчику необходимую информацию о методанных, конфигурации и т.д.? Разработчики нас всегда мучают именно вот этими вопросами по реквизитному составу. И, в общем, как нам все равно придется этот реквизитный состав описывать, в каком варианте. Вот, опять же, через два слайда мы посмотрим на конкретном примере. Но что важно разделить? Вот в технической части важно выделить две вещи. Это данные документа, которые регистрируют пользователь. То есть это некие новые данные, ради которых создаются документы. И данные формы, которые пользователь использует при работе с формой документа, но которые не хранятся в документе. Разработчики его называют реквизитным составом формы. То есть это интерфейс на некоторые, некие вещи, которые используются при работе с документами. Там, сколько у меня еще помечено, что данные, которые регистрируют пользователи, они выделены в зеленой заливке, мы дальше увидим, а данные формы голубой заливкой, когда мы будем в кредитном составе писать. Вот, и на это удобно обращать внимание заказчика при согласовании ЧТЗ. А также это, ну, разработчикам тоже обостребовано в реализации. Если вы это не укажете, все равно он к вам придет и будет эти вопросы не давать. Так. И вот на один слайд я вынесла, как облегчить пользователю понимание технической части. Порядок заполнения, ну, то есть пользователь всегда видит некую картину, как программа будет выглядеть. И вот порядок заполнения, источники данных, откуда данные берутся до определенного уровня детализации, обязательно обсуждаются с потребителем программного отсечения и, опять же, помогают разработчику. таким образом реквизитных наставок документа и формы определены уже до выдачи разработок. И когда, скорее всего, когда эту работу, ну, то есть работа, которая подписана на первом этапе, когда разработчик первую MVP вам выдает, то дальше, скорее всего, будет уже, если будет замечание со стороны пользователя, то это уже там, вещам, которые называются бантиками и рюшечками, но ключевые вещи вы сможете согласовать уже на первую операцию. И это уже будет некий работающий программ. И интересный вопрос, как оптимизировать согласование ЧТЗ. Всегда пользователь боится подписывать технические документы, потому что там очень, все равно останется немного ему непонятно, там, например, в реквизитном составе что-то он в схеме бизнес-процессов может не понять. Вот, но, прочитав сценарий тестирования, вот эта тревожность снимается, он полезен именно при сфоглафовании, ну, хотя не только заказчикам, и при сдаче работы тестировщикам также пользуются. И, кстати, что важно, опять же, это не последняя версия того, как будет выглядеть программа. Сценарий тестирования далеко не всегда совпадает с тем, как будет проводиться приемы сдаточных сц. нормальной является ситуацией, когда в процессе разработки сценарий тестирования дополняется. К этому моменту уже и у аналитиков, у бизнеса, у заказчиков больше картина о том, как должен выглядеть программный продукт. и разработчик уже свои вопросы накопил. И не принципиально, но сценарий тестирования дополняется, уточняется, и вот эта уточненная версия, вот уже она может ввечь в основу документа приема сдаточных сдач. Так, переходим к примеру из реального проекта. Сейчас на экране структура ЧТЗ определенного. Вот мы видим, что первый комп описания назначения изменений, а второй, третий, четвертый это описание конкретных объектов, которые будут либо создаваться, либо дорабатываться вот по этому ЧТЗ. Последний, пятый пункт это сценарий тестирования. Времени у нас не так много, и мы сейчас рассмотрим подробнее только объект, который называется мотивационный ГПР. Но здесь я хочу как раз проиллюстрировать, что мотивационный ГПР это документы, это собственно моби, которые будут создаваться, а вот пункт второй, сервис распределения, это пользовательская такая вещь, которая, ну, некий интерфейс, который создается для того, чтобы пользователю было удобнее работать, в результате чего все равно будет создан вот этот документ мотивационный ГПР с третьего пункта. То есть мы сейчас рассмотрим создание этого документа, но в сценарии тестирования будет заложена работа и с сервисом, и с этим документом. В сценарии тестирования прописывается как раз связь между всем этим объектом. Так, переходим дальше. Первый пункт ЧТЗ, что следует описать прежде всего, это, собственно, описание назначения изменений, это та самая бизнес-часть. Вот, она предваряется таким всегда заголовком, некой таблицей, по каким функциональным требованиям составляется это ЧТЗ, как оно кратко звучит, в какой конфигурации делается, если проект кросплоформенный, то там могут участвовать несколько конфигураций, поэтому указываем, какая, собственно, дорабатывается конфигурация по этому частному документу. Могут также указываться связанные ЧТЗ, чтобы не дублировать одно и то же описание нескольких документов, указываем связанные ЧТЗ, и при необходимости люди работают уже с другими документами. Так, ну, фамилия, имя, отчество, аналитика. Так, вот, и в описании назначения изменений кратко пишем, кратко опять же отвечаем на вопрос, что требуется бизнесу и почему этого нельзя сделать типовыми средствами. Вот, например, написано, что в текущей реализации можно указать, распределить работу с указанием одного периода, но необходимо реализовать возможность планирования работ на определенном сметном уровне с указанием нескольких периодов. Собственно, суть доработки в этом. И далее, вот, справа видим, какие объекты системы задевают для каждого уровня, на сметном уровне это вот тот самый мотивационный ДПР описан. на другом более низком детальном уровне это другие объекты, которые, ну, сегодня мы их не коснемся, но ЧТЗ, которые рассматриваются, они здесь. И вот переходим к пункту мотивационный ДПР. Это описание идет конкретного объекта. Здесь также необходимо уже именно прицельно под этот объект написать, для чего он нужен, что при создании какая у него функция, при корректировке, например, при каких-то, не знаю, дополнительных реквизитах, какую функцию вообще несет этот документ, это также это все бизнес-часть. И уже вот со всей этой информацией, если ее читает разработчик, они в общем тоже любят читать бизнес-части, у них картина уже складывается, у них уже определенные могут вопросы накопиться, ответив на которые, он качественно спроектирует этот документ. Ну, или объект, это не всегда документ, это исправочник, если что угодно. реквизитный состав. Это самое то, что называется мозгид объекта, и его описать это всегда очень такая творческая задача. Выше я говорила подсвечено зеленым, синим, то, что хранится в документе, ну, в чем это отличие, реквизиты, которые хранятся в документе, либо реквизиты, которые являются реквизитными формами, то есть отображаются в позорте. Здесь, ну, вот это два таких слайда я не стала урезать, это вот на обоих описан реквизитный состав одного документа. Шапка. Мы видим, опять же, что, ну, не бывает такой ситуации, что в шапке только один реквизит, но мы подчеркиваем, что именно он нас интересует, про все остальные технические реквизиты может знать разработчик при необходимости что-то уточнить, но мы здесь подчеркиваем, что нам важно фокусироваться именно на этих реквизитах. И расписаны две табличные части. Одна строительные работы и вторая табличная часть распределения объема работ по периоду подчинена вот этой табличной части строительной работы. Вот, и здесь мы указываем, подсвечиваем именно и пользователю, и, ну, будущему пользователю, или бизнесу, вам, видите, куда. подсвечиваем реквизиты, вот, чем отличаются вот эти две колоночки, данные документа, или это новые данные, да, то есть данные либо новые, либо редактируются, то есть данные, которые будут изменять пользователей, либо заново заводить, либо редактировать, но важно то, что при создании документа эти данные изменят. Вот, мы, если смотрим на реквизит, объем всего нового значения, пишем, каким образом он заполняется, пользователь также все это прочитав согласен, что именно таким образом, что он готов выполнять эти данные, либо он здесь может говорить, что нет, их есть откуда взять, что они где-то ранее кем-то уже заполнялись, я не должен их заполнять, или ему, например, автоматически можно откуда-то подгрузить, чтобы он просто посмотрел и изменил, да, вот. И вот этот реквизит, выполненный объем, здесь мы пишем, заполняется автоматически на определенную дату и сохраняется в документе. То есть, мы здесь говорим, что вот как раз этот реквизит, мы его сохраняем в документе, но нам важно именно уже факт выполнения, он зарегистрирован где-то другими документами, мы эти данные к себе сюда забираем, и на момент создания документа нам важно, чтобы они сохранились, ну, потому что там дальше мы видим, что от выполнения объемов, вот этого, здесь, это все будет участвовать в формулах, у нас все остальные реквизиты будут учитывать вот это значение. И чтобы каждый раз при открытии заново документа он не пересчитывался, мы его фиксируем вот это значение, и все оно здесь будет сохранено. А есть такие реквизиты, которые просто расчетные выводятся, вот, например, год. Нам так пользователя для того, чтобы ему было удобнее работать с документом, мы ему выводим расчетно сумму за год, но эту сумму годовую мы в документе не храним, потому что у нас там по месяцам уже все сохранено. Единственное, здесь вот компромисс такой, что мы сохраняем просто для себя объем за квартал, хотя оказалось бы мы также его могли бы каждый раз при необходимости рассчитывать все эти месяца вкладывать, но мы договорились, что квартальные значения будем тоже хранить в документе, нам будет легче вытягивать в том этого отчета. Вот это то, какое предложение, какой подход использовать при описании реквизитного состава. Далее схема процесса, о которой я говорила, ремонтации EPC. Здесь видно, что попробую увеличить, документ, что нам надо либо создать документ, либо актуализировать, и нам на входе, там ранее было написано, что подаются вот эти данные. Прогнозный остаток, что выполнено, что мы выполнены, вот эти данные подаются, и на выходе должен родиться новый документ с новыми значениями, ну и дальше процедура согласования вот этого графика с объемами, она здесь описана, как он утверждается и все и прочее. То есть, мы сюда в ЧТЗ, явно, что вот это всего две функции, и это не может быть где-то такая маленькая схема, эта схема только в контексте вот этого ЧТЗ, она скопирована сюда из созданных на обследовании документов об обследовании, ну и назывался концептуальный дизайн, вот здесь мы сохраняем сюда только функции, которые нам нужны. Так, и еще дальше у нас третья составляющая, немаловажная, а может самая важная, которая называется сценарий тестирования. Здесь в очень простой форме, без при необходимости можно указать значение каких-то конкретных реквизитов, как себя должны вести. Но, в общем, это также в простой форме нужно писать создание какого документа, как себя ведет система, реакция системы и именно по шагам. То есть таким образом, чтобы можно было чекая вот эти пункты проводить тестирование, чтобы и разработчик, прежде чем отдавать функционал вам тестирования, он себя через этот чек-лист проверит. И также по нему пойдет потом тестировщик, а за ним будет принимать бизнес. Вы в первом приближении вот этот чек-лист дадите. вот наверно наверное узнаю там я уже все сказала, что хотела, все выдала. Готова ответить на ваши вопросы. Так, реквизитный состав, что значит цвета, я уже рассказала, что зеленый был для пользователя. То, что он за эти данные отвечает, он их регистрирует, синий то, что ему расчетные значения выдаются для удобства. Так, легенда к схеме. Ну, это аннотация EPC, там собственно три составляющих. Зеленая, давайте я наверное открою. красное это событие, то есть произошло некое событие, после которого идет зеленый кубик. действие, действие или функция, которую можно сделать, сделав которое наступает далее опять некое событие красный кубик. Вот, на вход им подаются в белых таких документах данные, которые поступают на вход к этой функции и на выход. В желтом кружочке описаны роли, которые эту функцию делают. Если вот есть еще белый такой процесс, белый, сейчас напишу, это значит выход в некий другой процесс, который подробно описан в другом месте и он нам для данного числа не важен. Уточнение бюджетного КПР на квартал это один большой процесс, он здесь просто не важен, но в исходной схеме он действенно. И в синем может быть база, в которой эта функция делается. Функция делается не всегда в генет, здесь указывается в какой системе. иногда функция может делаться и вообще либо во внешней системе, либо вообще на бумаге, тогда данные входящие и сходящие также принято подкрашивать другим цветом, чтобы видеть, что это не объекты системы, а некие внешние источники данных. В общем, при сочетании с конфигуратором у разработчика все должно получиться, если ему выдать качественное вот такое ПЗ, в котором вот мы видели, когда реквизитный состав был описан, мы далеко не все реквизиты в эту пабличку тащили, мы написали только те, которые нас интересуют, как они должны себя вести. Но разработчик, когда начнет в своей среде в конфигураторе работать, он видит совсем другой, ну не совсем другой, много раз дошили состав реквизита, он с ним уже разберется сам и как они должны там себя вести реквизиты, если у него будет проблема, он вас скажет, но вообще вот эта информация в ЧТЗ должна быть достаточной для того, чтобы описать поведение документов, поведение системы или алгоритмов. Так, прогноз физобъемов на остаток текущего квартала определен. То есть где-то там на бумаге посидели инженеры, посмотрели факт работ, который вот в этом процессе в синем прошли некоторые встречи. Мы этот процесс называем прогнозирования факта выполнения работы до конца текущего квартала. Они поняли, как они могут уточнить график, поняли, что они успевают сделать до конца текущего квартала. Вот, это фиксировалось событием. Прогноз физобъемов на остаток текущего квартала определен. Теперь, чтобы это переложить у себя головой в систему, нужно сделать вот эту функцию зеленую актуализацию мотивационного графика производства работы. Это объект системы, документ, он хранится в системе, называется, мотивационный график производства работ. он стомесячным планированием идет. И вот у нас есть уже некая версия с прошлого квартала, то есть на вход подается вот этот документ, вот эта функция выполняется, то есть производится его актуализация через работу с формой данной, как раз с которым написано и по кнопке записать рождается новая версия вот этого документа. И собственно можно констатировать, что снова произошло событие мотивационный ГПС на предстоящий квартал определен. Все, прогнозные цифры и все прочее мы зафиксировали в системе. Кто это делал? Вот эти люди, ведущий инженер, такой итель проекта и все эти люди, где они это делали? Вот в этой системе. Вот это частично бизнес-процесс определенный, но нас интересует бизнес-процесс, его описание только применительно к объектам системы. Документ учет выполненных работ мы использовали и на рекламирование вот эти объекты не использовали для создания документов. если далее посмотрим. То есть кто-то создал этот документ, ну и дальше идет еще его защита и утверждение. После этого он считается принятым. Так, я так понимаю, вопросов больше не будет, уже все прощаются. Всем спасибо, тоже мне было приятно на ваши вопросы отвечать. Всего доброго тогда до свидания. До свидания. Продолжение следует...